Здравствуйте! Вы смотрите классные уроки «Плюс 100 к интеллекту». Меня зовут Гисбрихт Анна, я учитель географии. Сегодня мы с вами поговорим о горах Алтай. А вы знаете, как переводится слово Алтай? А слово Алтай с языка древних народов переводится как «золотые горы». Алтайские горы – это уникальное место на всей нашей планете. Это самое экологически чистое место в России. Алтайские горы состоят из системы хребтов – высокогорных и среднегорных, которые протянулись более чем на 2000 километров. Алтайские горы находятся в пределах четырех стран – Россия, Монголия, Китай и Казахстан. Горы Алтая делятся на три типа рельефа. Альпийско-ледниковый, древний пенеплен и среднегорный. Альпийский ледниковый рельеф начинается с высоты 4000 и заканчивается высотой 5000 метров над уровнем моря. Для этого рельефа характерны высокие вершины, пики, обвалы и холмы. Древний пенеплен начинается с 2000 метров и заканчивается 4000 метров. И наконец среднегорный рельеф от 700 до 2000 метров. Также на территории Алтайских гор есть и равнины и очень много котловин, которые впоследствии становятся степями. Например, Чуйская степь, Курайская степь и многие другие. Природа Алтайских гор очень разнообразна. Здесь присутствуют разные территории. Лесные и безлесные, очень влажные и сухие, многоснежные и бесснежные. Также для предгорий характерна плодородная почва, на которой выращивают разные культурные растения. Алтайские горы характеризуются очень мягким климатом. Также на вершинах можно встретить вечные снега и ледники. Здесь можно увидеть леса, степи, полупустыни с разными особенностями. Такое разнообразие говорит о том, что животный и растительный мир очень богат. Также Алтайские горы называют страной пещер. Здесь их около 400. Особую ценность представляет Денисова пещера, которая находится на высоте 670 метров и длина ее 110 метров. В этой пещере был найден древний человек. Растительный и животный мир формируются под воздействием некоторых факторов. Это рельеф, климат и, конечно же, исторические особенности. Большая часть Алтайских гор покрыта хвойными лесами. Ценнейшая древесная порода это кедр или сибирская сосна. На территории Алтая очень много лекарственных растений, которые используются в медицине. Такие как золотой корень, бадан, валерьяна и многое другое. Также не менее популярна черневая тайга. Это очень много видов деревьев, которые произрастают на одной территории. К примеру, растут вместе сосны, пихты, кедры и березы. Также можно наблюдать очень много кустарников. На равнине очень много травянистых растений. Из-за обилия природных зон на территории Алтайских гор очень много видов разных животных. К примеру, типичным обитателем гор является бурый медведь. Этот хищник всеядный. Он питается рыбой, грибами, ягодами и мелкими грызунами. Обитает он в горах Алтая примерно на высоте от 200 до 700 метров. Также визитной картой Алтайских гор является морал. Морал – это благородный олень. Моралы живут как в дикой природе, так и на мораловодческих фермах. Зачем же держат моралов? В каждую весну у этих животных обрезают рога. В рогах морала содержится вещество пантакрил, которое является лечебным. Также на территории мораловодческих ферм нередко построены оздоровительные санатории, учреждения, которые как раз-таки используют рога в лечебных целях. Из редких животных Алтайских гор можно наблюдать манула. Манул – это животное, которое относится к семейству кошачьих. По внешнему виду она очень напоминает обычную кошку, но имеет огромные размеры и пушистый мех, а также своеобразную окраску. Манулы в основном обитают на границе с Монголией и занесены в Красную книгу. Также визитной карточкой Алтайских гор является снежный барс. Он обитает только в заповедниках. Снежный барс – это очень редкое животное. Оно не совсем изучено, потому что является пугливым и постоянно прячется. Снежный барс также занесен в Красную книгу. Горный баран или Аргали – это самый крупный на планете горный баран. Он популярен своими огромными рогами. Живут эти бараны в горах от 3000 километров и выше. Алтайцы считают горных баранов Аргали священными животными и нередко поклоняются им. По их мнению, Аргали – это хозяева гор. Климат на территории Алтайских гор резкоконтинентальный, он очень изменчив. На климат влияет, конечно же, в первую очередь рельеф, горный рельеф. Летом здесь прохладно, чем на соседних территориях, а зимой наоборот теплее. Самый изменчивый климат на территории Алтая – около Телецкого озера. Там погода может поменяться в день по нескольку раз. Весна в горах наступает ближе к маю, а лед освобождает реки примерно в апреле. А сейчас мы поговорим о реках Алтайских гор. И самой важной и главной рекой является Катунь. Катунь берет свое начало с Катунского хребта. Вблизи находится ледник Геблера и самая высочайшая точка Сибири – гора Белуха. Река Катунь имеет 254 притока и делится на три участка – Верхняя Катунь, Средняя Катунь и Нижняя. Верхняя Катунь находится в Усть-Коксинском районе. Ее длина – 210 километров, и это самый высокогорный участок данной реки. Средняя Катунь имеет длину 200 километров, и она уже более спокойная. А Нижняя Катунь имеет длину 280 километров. Нижняя Катунь сливается с рекой Бии, образуя огромную реку Обь. Река Бия. Бия – очень полноводная река. Она берет свое начало с Телецкого озера, самого красивого озера в республике Алтай. Бия – река не широкая, но очень глубокая. Некоторые ее места достигают глубины до 7 метров. Для Бии характерны пороги и водовороты, которые имеют свое название и свои легенды у местных жителей. На реке Бия организованы сплавы. Самые популярные сплавы, конечно же, вблизи порогов. Река Бия очень богата рыбой и развита рыболовство. Река Чуя является притоком Катуни. Собирается в единое русло, она только в Чуйской степи. Питается за счет ледников, которые находятся в горах. Раньше местные жители называли ее Тихонькой, что совершенно не соответствует характеру данной реки. Река Чуя является настоящей горной рекой. Ее течение очень неспокойно. На территории Алтайских гор огромное количество озер, и самое большое из них – Телецкое. Название Телецкое произошло от названия народов, раньше населяющих побережье данного озера – Телесов. Телецкое озеро – это крупный водоем Южной Сибири. Длина его южного берега равна 79 километров, северного – 39. Это озеро занимает четвертое место в России по глубине. На территории Телецкого озера есть такое необычное явление – называются стреляющие скалы. Днем, когда ярко светит солнце, скалы нагреваются, а ночью с пронзительным треском начинают выбрасывать камни, стрелять камнями. На Телецком озере может отсутствовать полный ледостав, и этот ледостав может не быть от 7 до 12 лет. Озеро Ая. Озеро Ая находится на левом берегу Катуни. Считалось, что раньше на месте озера была сама Катуни. Также сложено очень много легенд про образование этого озера. Одна из них гласит, что когда луна спустилась на землю, чтобы спасти людей от злых духов, образовалось это озеро. В переводе Ая означает «луна». Озеро очень популярно у туристов из-за доступности, и вблизи этого озера находится очень много достопримечательностей Республики Алтай. Также на берегу организован не так давно природный парк из-за большой антропогенной нагрузки на прибрежную территорию и само озеро. Озеро Акемское озеро. Озеро Акемское находится у подножия самой Белухи в Республике Алтай. Акемское озеро берет воды у одноименной реки Акем. Также в переводе Акемское означает «белая вода». Является памятником природы. Достопримечательности Алтайских гор. Плато Укок находится на стыке четырех стран – Монголии, России, Китая и Казахстана. Это место является священным у местных жителей, а также является важным археологическим памятником. Не так давно на этом месте нашли мумию принцессы, впоследствии ей дали название «Принцесса Укока». Сейчас эта мумия лежит в музее Республики Алтай. Гора Белуха – это самая высокая точка Алтайских гор. Находится на территории Кошагачского района Республики Алтай. Вершина очень популярна для туристов и альпинистов. Каракольские озера. Озера находятся на территории Чемальского района. Все они имеют разную высоту, разную температуру и площадь. Всего Каракольские озера включают в себя семь озер. Главная особенность в том, что к озерам нельзя подъехать на транспорте только пешими маршрутами. Чем выше озеро, тем меньше его размер и ниже его температура. А сейчас мы познакомимся с некоторыми легендами алтайцев. И первая легенда касается Телецкого озера. Местные жители его называли Алтын-Кёль, то есть Золотое озеро. А как же оно стало золотым? Жил раньше охотник. Шел он как-то по тайге и нашел огромный слиток золота. Очень доволен был своей находки. Но когда наступил голод, стали погибать животные. За это золото ему никто не мог даже предложить горсть зерна. Рассердился охотник и выкинул самородок в озеро. Так озеро стали называть золотым, то есть Телецким. Как возник Алтай? Земля, созданная Богом, была прекрасной. Но Бог решил превзойти сам себя. Решил создать тот райский уголок на земле, который будет самым прекрасным. За помощью он обратился к оленю, соколу и кедру. И сказал им, найдите пожалуйста тот уголок, который вам больше всего будет по душе. Олень, сокол и кедр остановились на одном и том же месте, где им было приятно находиться. И они считали это место самым лучшим. И с тех пор Бог создал золотой край, который называется Алтай. Легенда об озере Ая. Когда-то было на земле чудовище, которое называлось Дельбегень. Это чудовище приносило людям только беды и страдания. Обозлились на него все, даже Луна. Тогда Луна придавила его своим весом, он отпрыгнул наверх и упал в Катунь. Больше это чудовище никто не видел. А то место, где Луна коснулась земли, стало называться озером Ая и имеет форму полумесяца. Все, что вы сегодня услышали, это только малая часть того, что можно узнать об этих великолепных местах. Спасибо! Удачи в саморазвитии!